Это дуэт Алексей Политаев и Одисей Богусевич. Еще раз, сейчас встречайте. Он был в пиво и звонил на улице у памятника, похожего на стрелу с фамилиями погибших на войне. — Будь доброй волю. — Как фамилия? — спросили я до конца. — Не знаю. — Ну, молодой человек, у нас много воль. — И повесили трубку. — Вот черт, — подумал он. — И надо было ей оставить рабочий телефон. Проклятая память. Взгляд его скользил по памятнику. — Карев, Кобин, Комаров. Знакомая фамилия. — О, кажется, Комарова. — Перезвонил. — У нас таких нет, — ответили ему. — Всякий, кто теряет память, неизбежно растворяется в вечности. Со злости он засунул бумажку в пустую бутылку, купил покрепче, хрюнул. Но память не вернулась. Он так и не вспомнил, что Комаров — фамилия его деда, вывивавшего на Ленинградском фронте. А ее фамилия — Синицына. На 12 строк. На памятнике ниже. АПЛОДИСМЕНТЫ Пойдем в кино и попьем. Сегодня она решила сделать ей предложение. Кино – самое подходящее для этого места. Там, в темном зале, растворяются самые сильные эмоциональные впечатления. И любой ответ, даже отрицательный, выглядит прилично, благопристойно, как в храме. С тем отличием, что Бога в это дело можно вообще не впутывать. Пойдем, согласилась она. Сегодня он переполняла такая радость и нежность, которой он готов был делиться с ней всю свою жизнь. У кассы полез в кармане. Денег не было. В кармане дырка. Он отошел от кассы. «Ты чего?» – спросила она. И строго посмотрела на него. «Ничего?» – ответил он. «Ну-ну». Она явно нервничала. «А нахрена мне такая нервная?» – подумала. «Да дрянь кино!» – уже раньше смотрел. И он вышел на воздух. Невесомость у меня, понимаешь? И в подтвердение своих слов он попрыгал. Откуда-то из носков вы при четыре сложенные бумажки. Деньги. Но желание жениться уже пропало. Вот так, – подумал он, – когда-нибудь подпрыгнешь, и правда окажешься в невесомости. А на землю, вместо твоего тела, упадут и растраченные тобой ласка и нежность. Грязные, смятые, словно ненужные шпаргалки. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я встретился с ним у подъезда. Его звали Толик, и ему, как и мне, тогда только стукнуло 13. Но, в отличие от меня, он уже много чего повидал. Бегал из дома. Вокруг него летало много легенд и не боится. Например, о том, что однажды, напишусь пиво, он избил двоих милиционеров. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы пошли прогуляться, несмотря на поздний вечер, и мне было лестно, что он был рядом. АПЛОДИСМЕНТЫ На углу дому в помойке стоял человек с палкой. В руках фонарь. Рядом вертелась какая-то шапка. Смотри, какой придурок, сказал Толик. Но я сразу чего-то испугался. Более отсюда. Под подтверждением своих слов он пнул консервную банку в сторону старика. Я испугался еще больше. Но чтобы не спасать перед Толиком, прятал первое, что пришло мне в голову. Не трогай его. Этот же способом, с собакой и фонарем. Чего? Я в Ирландии с родителями два года жил в Дублине. Там мне так привидение зовется. Оно ходит по ночам и собирает заблудшие души. Да отстань ты! И Толик направился в сторону старика. Я затрясся от ужаса перед тем, что могло случиться. И чтобы ничего этого не видеть, бросился прочь. С тех пор я не видел больше Толика. Но наверняка ничего страшного там не случилось. Потому что никто ни в дворе не вспоминал об этом. Зато все рассказывали, как той же ночью Толик пытался ограбить ларюк. Стащил пару узелок пива и был пойман в соседнем дворе. С коробкой, в которой лежали бутылки и сигареты. Недалеко от этого места, говорят, видели старика с посовом, собакой и фонарем. Толика, как выяснилось, определили в интернат. С тех пор прошло много времени. Я вырос. Стал большим и сильным. И не боюсь теперь ничего. Почти ничего. Кроме трех вещей. Темноты. Ирландии. И Джека. С собакой, папой и фонарем. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Алексей. Кучай за субтитры. Большое спасибо. 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 Спасибо.